В Турции после вчерашнего теракта в Стамбуле идут масштабные полицейские операции и аресты. Задержаны десятки людей, среди них, возможно, есть соучастники стамбульской атаки. И вот новые детали, которые удалось выяснить. Всего за несколько часов турецкие спецслужбы задержали около 70 человек, подозреваемых в связях с запрещенной в нашей стране группировкой «Исламское государство» и в подготовке совершенного накануне теракта. Причем трое из них россияне, вот их ведут к машине. Журналисты, которых, очевидно, заранее предупредили об аресте, снимают происходящее. Обращает на себя внимание тот факт, что от консульской помощи российские граждане отказались. Сразу же после получения информации о задержании в Турции трех граждан Российской Федерации, российские загранучреждения связались с турецкими властями для прояснения всех обстоятельств. Согласно турецким полицейским протоколам, задержанные отказались от контактов с официальными российскими представителями. Мы перепроверяем эту информацию и будем выяснять все обстоятельства задержания. Источник агентства ТАСС в российском компетентном ведомстве сообщил, что по всем трем задержанным имеется информация об их связях или участии в зарубежных террористических формированиях. Более того, один из них был ранее объявлен в российский и международный розыск. Двое других несколько лет назад уехали из России на Ближний Восток, якобы на учебу. В результате теракта в центре Стамбула погибли 10 человек, основном туристы из Германии. Еще 17 получили ранения. Сегодня в Турцию прилетел немецкий министр внутренних дел Томас Демизьер. Он посетил пострадавших в больнице. И сегодня же стали известны некоторые подробности теракта. Выяснилось, что жертв могло бы быть гораздо больше, если бы не женщина-гид, которая проводила экскурсию. Она услышала подозрительный щелчок, увидела террориста, бомбу в его руках, и успела крикнуть по-немецки «Бегите!». Взрыв прогремел, когда люди бросились в рассыпную. Между тем, газета «Хабертюрка» опубликовала запись, на которой якобы запечатлен террорист, взорвавший себя накануне. По данным издания, его зовут Набиль Фадли. Где и когда эти кадры были сделаны, не сообщается. Немецкая пресса, в свою очередь, обвинила турецкие власти в заигрывании с террористами из исламского государства. Слишком долго Анкара смотрела на действия исламского государства сквозь пальцы и даже поддерживала его. Но тот, кто связывается с дьяволом, рано или поздно окажется в аду. К этой мудрости исламское государство подводит президента Турции Эрдогана невероятно болезненным путем. Турецкие власти почти сразу после теракта сообщили, что совершил его выходец из Саудовской Аравии 1988 года рождения, связанный с исламским государством. Он прибыл в страну из Сирии. Немецкие власти при этом обращают внимание на тот факт, что ранее исламисты в Турции на иностранцев старались не нападать. Сейчас террор в Турции перешел в новое измерение. До сих пор в Турции целями нападений, приписываемых исламскому государству, становились левые и курдские группы, а не западные туристы. В свою очередь, источник агентства ТАСС в российских силовых структурах подверг действия турецких властей кризики. Он обращает внимание на тот факт, что 70 человек арестовали почти сразу же после взрыва. Это значит, что все задержанные находились на контроле у турецких спецслужб. И все это, цитата, вызывает вопрос, почему не было предпринято никаких превентивных мер по предотвращению теракта. Максим Семин, Первый канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...